Татьяна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году системе ОМС исполнилось 25 лет, если я не ошибаюсь. К чему за все это время она пришла? Ну да, действительно, 25 лет в этом году система медицинского страхования начала развиваться. В 1993 году довольно-таки были нелегкие годы. За этот период все больше видов медицинской помощи погружалась в систему обязательного медицинского страхования. И в настоящее время только социально значимые заболевания, такие как туберкулез, наркология, психиатрия, оплачиваются из бюджета. Все остальное через систему ОМС. Кроме того, за счет ОМС оказывается очень много видов высокотехнологичной медицинской помощи. Исходя из этого, можно сказать, что система ОМС на сегодняшний день – это экономический основной стержень системы здравоохранения. А вообще, если взять цифру, сколько оказывают бесплатную медицинскую помощь от организаций различной? Сколько их у нас в Пермском крае? В системе обязательного медицинского страхования работает 180 медицинских организаций. Это в этом году. Из них одна треть, более 60 – это частные медицинские организации. И дополнительно оказывают медицинскую помощь в помощь нашим государственным 5 федеральных медицинских организаций. Изменилось ли финансирование медицинской помощи по системе ОМС? Давайте возьмем такой пример. Сравним 2012 год и 2018. Если в 2012 году было только 14 миллиардов в нашей системе, в этом году у нас 31 миллиард. Это более чем в два раза по отношению к 2012 году. На 2019 год у нас придет дополнительно еще 2,5 миллиарда. И это будет уже почти 34 миллиарда. Можно сделать вывод, что система у нас наполняема, и она ежегодно наполняется. Выполняются ли планы по объемам медицинской помощи? Ежегодно плановые объемы доводятся до всех медицинских организаций. К концу этого года мы ожидаем, что, в принципе, все объемы будут выполнены по различным условиям оказания медицинской помощи, как в стационарах, так и в поликлиниках. Но, как всегда, у нас проблемы с диспансеризацией. Татьяна Петровна, почему очень важно проходить диспансеризацию? И почему ее не все, собственно, проходят? Мы это все прекрасно знаем. Диспансеризация – это одно из направлений в рамках оказания медицинской помощи. Проходить ее необходимо. Право имеют пройти возраст, деленный на 3. Вот если вам 36 лет, в этом году вы можете пройти диспансеризацию. Мы ее рекомендуем пройти. На сегодняшний день мы сами понимаем, что лечение становится более дорогостоящим. Диспансеризация дает возможность на раннем стадии выявить заболевание или вы здоровый человек. По статистике, 25% только всего населения у нас условно здоровыми по результатам диспансеризации являются. Одно из приоритетных направлений фонда – защита прав застрахованных лиц. Что, собственно, это такое? Сотрудники страховых медицинских организаций, сотрудники фонда, защищают права граждан, которые и у них нарушены в момент оказания медицинской помощи. Это может случиться путем обращения застрахованного лица в страховую компанию или фонд. И мы даем разъяснительные работы. Это у нас на телевидении, ролики, в газетах мы разъясняем. Обращения у нас граждан на сегодняшний день уже поступило более 40 тысяч. Это больше в два раза, чем в прошлый год. Но не каждое обращение у нас потом превращается в жалобу. То есть есть страховые представители, я немножко потом скажу о них, которые работают в медицинских организациях. И совместно с сотрудниками медицинской организации они могут на каком-то определенном этапе решить эту проблему. В результате жалобы превращается в маленькое количество, допустим, около 500 сейчас жалоб. Кроме того, что они еще являются не все обоснованные. Но 60% – это очень существенное, если жалобы у нас обоснованные. Татьяна Петровна, а что, собственно, будет приоритетным финансированием в 2019 году? Основными направлениями, на которые будут направлены дополнительные денежные средства, это является борьба с онкологическими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И дальнейшее развитие получит дисфансеризация. Расскажите, как работает Институт страховых представителей в Пермском крае? Институт страховых представителей на территории Пермского края работает с 1 января 2016 года. Сегодня у нас страховых представителей 225 человек. Это сотрудники страховых медицинских организаций. Они делятся на первого, второго и третьего уровня. Третьего уровня страховые представители начали свою работу только в этом году. Они в основном контролируют качество оказания медицинской помощи, потому что обращений по этому вопросу тоже достаточно много. Татьяна Петровна, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Будем рады видеть вас снова. Спасибо. До свидания. До свидания.